А.К.М. или АК. Эти аббревиатуры знают все. Автомат Калашникова, гордость каждого советско-российского человека, своеобразный бренд русского мира. Культурный бренд России, как цинично назвал это оружие министр культуры РФ Мединский. Такой же бренд, как Матрешка, Гармошка, Балалайка, Кокошник и Лапти. Хотя на самом деле все это русскими заимствовано или попросту украдено у других народов. С Калашниковым абсолютно та же история. Не случайно на памятнике советскому оружейнику изобразили чертеж автомата Хуга Шмейсера СТГ-44, поразительно напоминающего АК-47. Почему это было сделано? По ошибке, незнанию или чьему-то злому умыслу? Кто на самом деле сконструировал автомат Калашникова? Был ли сам конструктор великим оружейником, как его называет советско-российская пропаганда? Является ли автомат Калашникова самым популярным и продаваемым в мире? Какую же все-таки роль во всей этой истории сыграл Хуга Шмейсер? Что-то здесь явно не так. А что именно? Давайте разбираться. Легенда о так называемом великом советском оружейнике Михаиле Калашникове известна многим, особенно в России. Коротко она звучит так. Будучи в отпуске по ранению, главный герой смастерил в железнодорожных мастерских пистолет-пулемет, который понравился начальству. Толкового паренька оценили и пристроили в 1942 году служить на Центральный научно-исследовательский полигон стрелкового вооружения Главного артиллерийского управления РККА, где он и начал творить. Сначала сделал ручной пулемет в 1943, потом самозарядный карабин в 1944, наконец в 1945 он приступил к разработке автомата, победил в конкурсе в 1947 и таким образом стал автором самого знаменитого и массового оружия 20 века. После ознакомления с этой легендой не могут не возникнуть сомнения в правдивости истории и совершенно закономерные вопросы. Например, весьма сомнительно, что один человек без технического образования, пусть даже очень талантливый, способен обойти не просто именитых конструкторов, а целые конструкторские бюро. Также по мере знакомства с автоматом не может не озадачить вопрос, а что же собственно изобрел сам Калашников. Ведь абсолютно все механизмы и узлы автомата не являются уникальными. Все это уже было реализовано раньше другими конструкторами. Единственное, что действительно было новым в автомате Калашникова, конструкция переводчика режимов огня, совмещенного с предохранителем. Но механизм этот был настолько нефункциональным, что в итоге от него попросту отказались. Всего пара часов использования Гугла и реальная история Калашникова, человека и автомата встает перед глазами. Делюсь своими выводами. Вообще, если кто-то думает, что конкурсы по выбору оружия это что-то вроде спортивных состязаний, где побеждает сильнейший, тот глубоко заблуждается. В российских реалиях всегда и до сих пор тоже тот, у кого больше связи и влияния, тот и проталкивает свои образцы вооружения. И еще очень многое зависело от случая. После того, как в СССР пришли к выводу о высокой эффективности промежуточного патрона, Благодаря появлению на фронте первых немецких штурмовых винтовок СТГ-44 и изучению американской М1, была начата разработка аналогичного советского патрона. Промежуточным его называли именно потому, что он находился как бы в промежутке между пистолетным и винтовочным патронами, то есть был значительно мощнее пистолетного и слабее винтовочного. Автомат под него проектировал советский конструктор Алексей Судаев. Мало кто сомневался, что автомат под новый патрон будет создан именно Судаевым, чей проект АС-44 победил в конкурсе наркомата обороны, хотя и не достиг еще требований, предъявленных заказчиком. АС-44 был выпущен малой партией и уже отправлен на войсковые испытания. Но Судаев умер, не успев довести свою конструкцию до ума. В 1945-м был объявлен новый конкурс, в котором поучаствовал Калашников, служивший в то время на научно-исследовательском полигоне стрелкового и минометного вооружения в подразделении инженер-майора Лютова. Калашников конструирует свой первый автомат, условно назовем его АК-46. Образец испытывает старший лейтенант Пчелинцев и делает вывод, что система несовершенна и доработки не подлежит. Инженер-испытатель Пчелинцев был абсолютно прав. Калашников предоставил на испытания хлам. И вот тут начинают происходить странности. Михаил Тимофеевич обращается за помощью к своему начальнику Лютому, и тот фактически фальсифицирует акт испытаний, рекомендуя автомат к доработке. Но по словам самого Василия Федоровича, он, опытный инженер, понимал, что конструкцию придется разрабатывать заново. И лично внес в конструкцию, на минуточку, 18 конструктивных изменений. То есть фактически предложил свою концепцию. Известно, что над новым автоматом работал также инженер-майор Владимир Дейкин. Именно этот образец и был предоставлен на конкурсе в конце 1946-го наряду с автоматами конструкторов Булкина и Дементьева. Однако АК-46 проиграл и должен был выбыть из конкурса. Но, как пишут биографы Калашникова, молодому конструктору удалось добиться отмены этого решения. Ну да, представьте себе сержанта без технического образования, который вот так запросто убедил генералов не снимать с конкурса негодный и беспреспективный, по мнению экспертов, образец. Бред. На самом деле лоббировали проект Калашникова влиятельные офицеры научно-исследовательского полигона, которые, собственно, его и испытывали. Продвигали своего. Снова волшебным образом заключение комиссии меняется. Лютый, пользуясь своим положением, командирует Калашникова на Ковровский завод и пишет рекомендательное письмо, прося содействия молодому самородку Калашникову. Могло ли руководство завода отказать в просьбе? Пожалуй, нет. Ведь Лютый был не последним человеком на полигоне, где решалась судьба в том числе и ковровских изделий. И потому работа над АК-46 продолжилась под руководством опытнейшего конструктора завода Зайцева. Впрочем, Зайцев сразу понял, что дорабатывать образец бессмысленно, и коллектив под его руководством осуществил глубокую переработку конструкции, внеся более... Вдумайтесь в эту цифру! ...более 400 изменений, которые практически ничего не оставили от прототипа. Спрашивается, что плохого в таком доведении конструкции? А дело в том, что по условиям конкурса авторы имели право вносить в свои образцы незначительные изменения. Между тем, конструкция Калашникова подверглась полному перепроектированию. Кстати, а что в это время делал Хуго Шмайсер, которого особисты в числе нескольких десятков инженеров вывезли в совок и заставили пахать в шарашке за миску баланды? На самом деле, несмотря на внешнее сходство СТГ-44 и АК-47, к Калашникову Шмайсер никакого отношения не имел, потому что прибыл в СССР непосредственно перед вторым этапом конкурса, на котором принималась модель автомата. Прототип АК точали в коврове, а Шмайсер работал в Ижевске, где в 1947-1949 была изготовлена опытная партия автоматов Калашникова. Если бы АК проектировали немецкие специалисты, то они бы сделали оружие по характеристикам уж никак не хуже знаменитого СТГ-44. То есть сам факт существования убогого, мягко говоря, автомата Калашникова говорит о том, что немцы точно не касались его проектирования. Да и при ближайшем рассмотрении конструктивно шмайсеровский СТГ-44 очень сильно отличается от автомата Калашникова. Шмайсер был отменным потомственным инженером-оружейником, оказавшим огромное влияние на разработки пехотного вооружения во всем мире. Любопытный факт. После Первой мировой войны Шмайсеру пришлось изобретать новые образцы оружия абсолютно нелегально. Как вы думаете, почему? Эти и другие подробности интереснейшей биографии Хуга Шмайсера, а также то, как его угораздило оказаться в Советском Союзе, вы можете узнать из специального отдельного видео, размещенного на нашем Патреоне. Ссылка на Патреон в подсказке, описании и первом комментарии. Ну а что же именно делал Шмайсер в Ижевске? Вот характеристика, данная директором завода Сысоевым в сентябре 1951 года. Шмайсер на машиностроительном заводе работает с 5 ноября 1946 года. За этот период выполнял работы. Консультации по проектированию образцов пехотного стрелкового оружия. Разработан проект коробчатого магазина к пистолету-пулемету образца 1941 года. ППШ. Разработан проект магазина к винтовке образца 1891 года. Разработан эскизный проект автомата под немецкий патрон 08. Из-за отсутствия технического образования никакие работы выполнять не может. Никакой пользы за время пребывания не принес. Психология капиталистическая. Разлагающе действует на остальных немецких специалистов. Впрочем, упрекать Хуго Шмайсера за подобную производительность просто не имеет смысла. К тому времени конструктор был уже в достаточно преклонном возрасте и не мог похвастаться отменным здоровьем. Да и с какой стати ему нужно было делиться своими ноу-хау с Советским Союзом. А то, что на постаменте памятника оружейнику Михаилу Калашникову в Москве в 2017 году появился чертеж немецкой штурмовой винтовки, так это ошибочка. То есть обычное российское разгильдяйство, наблюдаемое во всех сферах жизни Эрефии. От этого у них и самолеты падают, и ракеты не взлетают. Но ошибочное изображение на памятнике это полбеды. Хотя, как посмотреть? Символы часто имеют куда большее значение, чем танки и самолеты. Однако, вернемся в 1947-й. Зачем Василию Лютому потребовалось возиться с безнадежным проектом Калашникова, если он и сам был толковым конструктором, имевшим под своим началом коллектив опытных инженеров? Причина в том, что при участии Лютого в Коломне на упомянутом полигоне проводились испытания всех конкурсных образцов, и потому он не мог быть одновременно и судьей, и участником соревнований. Но он имел возможность детальнейшим образом ознакомиться с конкурсными образцами, предоставленными другими авторами. В общем, если называть вещи своими именами, он просто украл у них все лучшее. И между первым и вторым турами конкурса коллективом авторов был разработан новый автомат, который и был представлен комиссией под видом автомата Калашникова. Единственное, что сдерживало конструкторов, необходимость внешнего сходства с прототипом. Один из членов конкурсной комиссии, увидев, что АК-46 был глубоко переработан, возмутился и потребовал снять его с конкурса за грубые нарушения условий. Но ему заткнули рот. Ведь решающее слово было за коломенскими испытателями, которые не заметили в кавычках, что в туре участвует совсем другой автомат. Но АК-46 снова проиграл, причем обоим своим конкурентам, автомату Булкина и Дементьева. А спасло проект то, что ни один из конкурсных образцов не дотянул до уровня всех тактико-технических требований, сформулированных заказчиком. А теперь попробуем ответить на вопрос, какое отношение сержант Калашников имел к автомату, названному автоматом Калашникова? Да почти никакого. На самом деле это оружие было бы правильнее назвать как-то по-другому. Например, автомат имени Калашникова, потому что его спроектировал вовсе не сержант Миша Калашников, а группа вышеупомянутых инженеров. Собственно, даже в процессе конкурса на автомат под промежуточный патрон для советской армии мы видим целых два автомата, очень сильно отличающихся друг от друга. Первый, условно, АК Лютова, очень мало похож на второй, АК Зайцева, и имеет крайне сырую конструкцию. И это неудивительно, ведь фактически шел поиск формы вживую, то есть делалось все на коленке, эмпирически. Никаких предварительных концептуальных разработок не велось, никто не знал, что же получится в итоге. Это очень русский способ проектирования, соответствующий их культуре. Давайте сделаем что-нибудь, а вось получится. Вот примерно на таком уровне АК и изобретался. Военные эту философию разделяли в полной мере. В советской армии солдат стрелять собственно и не учили. А там, где учили, это выглядело так. Привели взвод на стрельбище и быстренько прогнали через огневой рубеж. Три выстрела одиночным лежа, потом три одиночным с колена, оставшиеся девять патронов короткими очередями из положения стоя. Рядовой Иванов стрельбу окончил. «Молодец, Иванов, получи значок». Каков прок от такой профанации? Боевая стрельба к этому цирку не имеет никакого отношения. Но генералов это нисколько не беспокоило, ведь у страны есть ядерная бомба, поэтому автомат Калашникова советских генералов устраивал полностью, ведь чем оружие примитивнее, тем его сложнее испортить. Советским генералам важно было, чтобы при чистке автомата младший сержант Иванов не потерял какой-нибудь штифт, поэтому никаких штифтов в советском автомате быть не должно. А как это оружие стреляет абсолютно никого не беспокоило, потому что стрелять из него никто не собирался. Ущербность автомата Калашникова заключалась в том, что в угоду примитивности конструкции и безотказности были принесены в жертву точность боя и живучесть оружия, то есть принципиально улучшить кучность стрельбы данной конструкции не представлялось возможным. Офицеры, проводившие полигонные испытания, должны были понимать, что АК это тупик. По кучности автомат не дотягивает даже до образцов Второй мировой войны СТГ-44 и американской М1. Однако они хором пели одну и ту же песню. Надо рекомендовать АК в серию, а над кучностью можно поработать потом. Поступивший на завод образец автомата к массовому производству оказался непригоден. Поэтому первую партию АК с горем пополам в Ижевске делали два года, а всего адаптация заведомо порочной модели к серийному производству заняла сколько вы думаете? 12 лет! Вы можете представить себе это безумие. Гораздо проще было просто взять и разработать автомат с нуля с учетом современных возможностей производства. Это было бы и быстрее и гораздо дешевле. Но в СССР так было не принято из-за порочной системы управления, при которой принимали решения одни, мучались с производством другие, а эксплуатировали матеря первых и вторых третьи. Поэтому изменять конструкцию автомата пришлось в ходе производства. В результате усилий Ижевцев на свет появился тот самый знаменитый калаш А.К.М., который прославил имя Калашникова на весь мир, хотя он не имел к этому абсолютно никакого отношения. Самое любопытное, что за 66 лет, с 1947 и до конца своей жизни в 2013 Михаил Калашников больше не создал абсолютно ничего. Ни пистолета, ни ножа, ни винтовки, ни пушки. Биография говорит, что он принимал участие в разработке то того, то сего в основном на основе автомата Калашникова, но, как и ранее, за «выдающегося» советского оружейника пахали другие. Он пробовал сконструировать снайперскую винтовку и пистолет, но ни то, ни другое до испытаний так и не дошло. Ситуация напоминает историю с Шолоховым. Как и «выдающийся» советский писатель, Калашников, как человек с идеологически правильной биографией, был просто назначен на роль выдающегося конструктора. Кстати, кому интересно узнать, что не так с Шолоховым, смотрите отдельный ролик на нашем канале. Я оставлю ссылку в описании. Неизвестно, кто придумал байку о том, что автомат Калашникова дешевое оружие. Наоборот, Калаш чемпион мира по дороговизне в производстве. Это было поистине золотое оружие. Себестоимость автоматов первых серий превышала 2000 рублей. Для сравнения, автомобиль «Москвич-402» продавался по цене 9000 рублей. В год производилось более 300 тысяч автоматов. При изготовлении только ствольных коробок в отходы уходило 80% массы заготовок, а это примерно 1500 тонн отборной стали в год. По аналогии, из этого можно было бы сделать где-то 100 БМП. Апологеты русского мира, хватаясь за последнюю соломинку, могут решительно заявить. Зато, дескать, Калаш самый надежный автомат. Еще во время испытаний автомат Калашникова конструкции Зайцева продемонстрировал свою, скажем так, сомнительную надежность. На ствольной коробке вместе сочленения со стволом образовалась трещина. Комиссия отмахнулась, мол, фигня, это легко устранить. И таких недоработок была уйма. Короче, надежность автомата Калашникова это не просто миф, а откровенное вранье. Низкая надежность данной оружейной системы отмечается и в международном патенте от 1999 года, в котором, кстати, Калашников указан не как автор, а как один из соавторов. Недостатком указанной модели является невысокая надежность, отказы оружия при использовании в крайних климатических и экстремальных условиях, невысокая кучность стрельбы, недостаточно высокие эксплуатационные характеристики. Патент был оформлен в 1997 году не на корявую залипуху образца 1947 а на оружейную систему оттачиваемую в течение 50 лет. Но, как видим, правообладатель признает, что Калаш неточен, ненадежен и подводит в экстремальных условиях. Теперь вы знаете, почему так получилось. Кстати, попробуйте ответить на вопрос, сколько автоматов имени Калашникова удалось продать за 70-летнюю историю АК. Да, почти нисколько. Да-да-да. Ну и что, что Калашниковых полным-полно в странах третьего мира? Калаши всегда раздавали аборигенам бесплатно. У Восточной Европы тоже не было выбора. Советский Союз за свой счет наводнил этим оружием все страны Варшавского договора. А как только Берлинская стена рухнула, они принялись спешно закупаться нормальным вооружением. Несмотря на все вышеперечисленное, автоматом Калашникова в России принято гордиться. Многие в РФ понимают патриотизм так, надо нахваливать все свое. Вот кабалалайка, АКМ, Жигули и хаять все чужое. Но я почему-то думаю, что патриот должен дать своей армии лучшее оружие, а не пиарить устаревший хлам. Вот американцы, например, они свою М16 М4 не объявляют лучшим оружием всех времен и народов, хотя система состоит на вооружении более 90 стран. Для сравнения, автомат Калашникова пользуют только лишь 50 стран, а активно закупают для своего спецназа бельгийские автоматы и винтовки, которые честно победили в конкурсе. Советские РПД, захваченные во Вьетнаме, они тоже юзали во времена Холодной войны и вовсе не мучились морально от того, что советский пулемет оказался лучше, чем западные аналоги того времени. В заключение добавлю, разработки семейства АК пример низкой культуры проектирования. Пример того, как ни в коем случае не стоит создавать оружейную систему, получится коряво, дорого и коммерчески бесперспективно. Спасибо за внимание, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, а также поддерживайте автора на патреон, где можно смотреть дополнительный контент, а также ролики до официальных премьер. Для тех, кто любит читать, текст ролика будет доступен на сайте. Всем добра и здоровья! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok